Весна наконец-то вступила в свои права, и многие армавирцы начали выезжать на природу. Помимо приятных эмоций, это принесло и беспокойство. Посетительница нашего сайта городармавир.ру Инна Александрова рассказала, что после прогулки в городской роще обнаружила на одежде клеща. Она спрашивает, почему не провели обработку зелёных зон против этих насекомых и опасается за своё здоровье. Вдруг клещи переносят опасные заболевания. Мы обратились в администрацию Армавира и выяснили, что 14 апреля состоялся аукцион, на котором был разыгран тендер на обработку территории муниципалитета против клещей и комаров. По числе исполнителя выбрано предприятие «Армавирский санитарно-эпидемиологический сервис». Его специалисты сказали, что планируют вскоре приступить к работе. Где именно, что ещё будет проводиться, это должна уточнить администрация. То есть они должны выставить проект контракта. Пока проекта нет, мы даже не можем подписать контракт. После подписания мы готовы сразу приступить к работе. Традиционная обработка проводится на городском кладбище, в парках и скверах, на территории водохранилища. Мы попросили врачей Объединённой городской больницы рассказать, насколько опасны укусы клещей в нашем районе. Нас успокоили. Наш район не является эпидемичным по распространению заболеваний, которые передаются клещами. Так что вы можете не волноваться, ничем вы не заболеете. Мы просто отслеживаем количество клещей и иногда направляем их на исследования. Но много-много десятилетий в Армавире не зарегистрировано ни одного заболевания, передающегося клещами. Если после посещения зелёных зон вы обнаружили на теле впившегося клеща, не стоит капать на него маслом, керосином и прочими средствами. Врачи говорят, что это не помогает, как и другие самостоятельные манипуляции. Самостоятельный клещей доставать не советую, потому что ни у кого ничего не получится. Здесь нужна определённая техника. Этой техникой обладают у нас сёстры и врачи нашего травматологического пункта, который работает в нашей больнице круглосуточно. По словам медиков, в этом году в Армавирский травмпункт уже обратилось около 50 человек, укушенных клещами. Помощь оказывается быстро и безболезненно. Однако лучше не попадать в подобные ситуации. Пока обработку не провели, постарайтесь обезопасить себя самостоятельно. Надевайте на природу одежду, которая затруднит проникновение насекомых на кожу. Обрабатывайте себя и домашних животных специальными репеллентами. Влада Волошина, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир.